Пошу сейчас поставить плюсик. Спасибо. Так, коллега, сейчас должна запуститься демонстрация рабочего экрана. Так, секундочку. Так. Так, коллеги, если видно рабочий стол, если появилось изображение, прошу в чат поставить плюсик, либо написать, видите, не видите. Спасибо. Так, кто еще в чате написал, прошу написать, если видно, слышно. Да, все, спасибо. Тогда будем начинать. Добрый день, друзья. Меня зовут Александр Новиков. Я сегодня с вами для того, чтобы поговорить о современной успешной презентации. Приветствую сердечно европейскую часть страны. Говорю вам доброе утро. Урал и Западная Сибирь вам добрый день. Ну и Дальний Восток, если здесь присутствует Камчатка и Чукотка, вам практически добрый вечер. Несколько слов о себе. Я не первый раз выступаю на данной площадке, в Мюропе ТПП. Тем не менее, ну вот в Мусе было сказано, там большой практический опыт. Да, я действительно работал во многих зарубежных компаниях, ну как во многих, в крупных зарубежных компаниях. Это Филипп Моррис, Крафтфуд, Стаппервер и везде, так или иначе, я сталкиваюсь с презентациями. Презентации разного характера, разного рода. Это выступление перед клиентом, выступление перед аудиторией внутри компании, выступление перед внешним миром, когда доводилось уже контактировать, так скажем, с правительственными, государственными и частными организациями. И я заметил одну очень интересную вещь, что на самом деле не столько содержание презентации влияет на ее успех, сколько подготовленность, собственно говоря, ведущего, выступающего к данной презентации. И об этом я хочу с вами сегодня говорить, потому что залогом успешной презентации и вашей успешной презентации является, конечно же, ваша подготовка. Я для этого отвел три часа времени сегодня, и мы с вами будем об этом говорить. Сегодня произошла удивительная история. Я когда шел сюда, мягко говоря, несколько сильно опаздывал, торопился. И выходя из метро, столкнулся с тем, что несколько выходов. Во-первых, выходишь из вагона налево или направо, потом эскалаторы налево и направо, в переходе налево и направо. Так вот, в самом низу я подошел к человеку, который, служащий метрополитена, спросил, где мне выйти ближе. Институт находится на Чистопрудном бульваре, к Чистым прудам. Он сказал, ну, можно здесь, можно здесь выйти. Я спросил, уточнил, простите, а где ближе? Он сказал, ну, в принципе, везде недалеко. Я говорю, хорошо, а как мне выйти? Я точно знаю, что это недалеко от Чистых прудов. Он сказал, ну, не знаю, где ближе. Похоже, здесь везде удобно. Говорю, ладно, уточняю. Хорошо, а к памятнику Тургеневу, где выйти? Молодой человек просто встал в тупик. И тут до меня дошло, что надо спросить. Я спросил, а где ближе выйти к Макдонсу? А, ну, это вот сюда. Соответственно, я и вышел. Так вот, современная успешная презентация, на мой взгляд, заключается в том, чтобы подобрать ключик к тем людям, которыми ты собираешься общаться. Вот об этом мы с вами сегодня и будем говорить. По ходу рассказа я буду задавать вам вопросы, все ли вам понятно. Буду давать время на то, чтобы вы, собственно говоря, сформулировали эти вопросы, мне их задали. И данный вообще тренинг, так скажем, он предполагает, конечно, очень сильный интерактив. Когда люди работают над частью презентации, либо над презентацией, какими-то ее компонентами. Потом мы это разбираем, обсуждаем, улучшаем. И таким образом двигаемся по материалу. И то, что сегодня мы с вами пройдем в течение трех часов, на самом деле, это минимум два дня очень плотной, очень серьезной, кропотливой работы. Тем не менее, чтобы вы были максимально успешны в течение этих трех часов, ну и в последующих своих презентациях, безусловно, я глубоко убежден, что у вас это все прекрасно получится. Я рекомендую вам сейчас положить перед собой листочки бумаги А4. Это хороший вариант. Лучший вариант, если у вас какой-то ежедневник, либо общая тетрадка для записи, куда вы записываете нужные, полезные, всякие разные вещи. Где вы по разделам, ну если формат А4 листочки, как-то можете писать раздел такой-то, и там уже будет, собственно говоря, информация, о которой мы будем с вами проходить, и которую я буду рассказывать, и как-то буду иллюстрировать. Если это тетрадка, соответственно, будете переворачивать листочек и уже там отдельно писать отдельный компонент, какие-то темы. Вот, это впоследствии вам поможет не забыть ничего из того, о чем мы будем сегодня говорить, но и при подготовке к какой-то своей непосредственной презентации, уже, собственно говоря, возвращаясь к материалу, пролистывать его, освежать в памяти и таким образом не забыть ничего, не упустить важные детали и нюансы, потому что, возвращаясь, кстати, к анонсу данного вебинара, я там выделил три составных части успешной презентации. Это, прежде всего, компоновка, это детали и нюансы, ну и, соответственно, подготовка. Вот эти три части мы с вами осветим, ну, плюс еще масса разных других моментиков, которые, безусловно, сделают вашу презентацию успешной. И самое интересное, поговорим с вами о тех типичных ошибках, и я дам практические рекомендации о том, как, собственно говоря, сделать презентацию более успешной, живой, динамичной и результативной для вас, для той цели, которую вы перед собой ставите. Итак, немножечко вперед, и сейчас я, собственно говоря, вернусь к материалу. Так, беру мышку, начинаем с вами работать. Так, ваша успешная презентация. Сегодня у нас август, прекрасная погода, давайте с вами начнем работать. О чем сначала хотелось поговорить? Ну, прежде всего, о том, что презентация, ее роль в нашей жизни достаточно велика. Ведь на самом деле, современный мир отличается тем, что главной ценностью являются даже не деньги, а эта информация, которой в той или иной степени обладают разные люди. Чем больше у тебя информации нужны для твоего дела, для твоего бизнеса, тем, соответственно, ты более успешен, потому что ты с этой информацией можешь распорядиться тем или иным способом. Давай ее частично, либо в части, касающейся тех людей, к которым ты обращаешься. Ну, и, собственно говоря, это ведь не все. Можно обладать большим массивом информации и ничего с ней не делать. Тогда это получится талант закопанной земли. Важно еще грамотно распорядиться этой информацией. И, безусловно, следующей ценностью современного мира является... Так, у нас как-то мышка. Ага. Искусство качественного преподнесения информации. Вот здесь мне очень хочется сделать на маленький нюанс акцент. Ну, слово качественное все прекрасно понимают. Хотя, на самом деле, здесь другое... Не это качественно прилагательное имеет значение, а имеет значение тот глагол, который у нас ниже. Именно преподнесение информации о вопросе качественности, ну, он достаточно такой относительный. Потому что, ну, вы знаете, что такое качество, да? На прошлых вебинарах, если кто-то был присутствовал, слышал меня, мы это разбирали. Сейчас я немножечко маленький кивок сделаю в сторону качества, чтобы было понятно. Но давайте зададимся вопросом, что такое качество вообще? Ну, в таком случае у нас получится и качественная презентация тоже. Если мы с вами начнем перебирать в уме или выписывать куда-то на листочек те параметры, которые отличают качественное преподнесение или качественную презентацию от некачественной, мы с вами наберем определенный список характеристик, которые будут нам говорить, ага, вот эта презентация мы будем считать качественной. Если мы обратимся в другую аудиторию и зададим им тот же самый вопрос, мы с удивлением обнаружим рано или поздно, что наши списки начинают различаться. Соответственно, в разных аудиториях качественность информации будет отличаться. Поэтому качественная информация или преподнесение информации – это то преподнесение, которое отвечает интересам конечных слушателей, заказчиков, то есть той аудитории, к которой мы обращаемся. И вот здесь нам нужно подумать и акценты мы, собственно говоря, с вами можем уже немножечко поменять. И тогда получится, что главная ценность нашего века – это информация искусственного, качественного преподнесения данной информации до нашей аудитории. Ведь на самом деле, смотрите, презентуя те или иные вещи, а что мы чаще всего презентуем? Ну, сами себя – это раз. Во-вторых, мы презентуем наши товары, изделия, которыми мы, собственно говоря, пользуемся, либо реализуем. Это могут быть услуги, которые мы предоставляем. И в каждом разном случае качественность преподнесения информации будет заключаться в том, что мы сумеем достучаться до умов, до сердца, собственно говоря, наших потребителей, нашей аудитории, дать им ту информацию, которая им очень важна, с тем, чтобы они приняли верное решение о потреблении нашего продукта, о покупке нашего изделия, либо о согласии воспользоваться той услугой, которую мы им даем. Ну, и надо понимать, что современный мир, он отличается, ну, достаточно большим количеством и нигилизма, и негатива, и цинизма. Я не хочу красить здесь ничего черными красками, тем не менее, к этому нужно быть готовым. И всякий раз, выступая перед аудиторией, тебе нужно понимать, что твое искусство убеждений и преподнесения информации зависит как раз от того, насколько ты хорошо, качественно подготовился, насколько ты понял то, что нужно твоей аудитории, и насколько ты в моменте можешь ориентироваться, исходя из той ситуации, в которую ты попал в данную аудиторию. Для примера, вот то, о чем я сегодня утром рассказывал, вернее, в самом начале презентации рассказал, то, с чем я столкнулся в метро. Памятник Тургеневу? Непонятно. Чистые пруды? Непонятно. Макдональдс? Понятно. И я достучался, получил нужную мне информацию, выход, и, собственно говоря, вот я здесь. Итак, с презентацией мы с вами немножечко разобрались, это очень хорошо, можем идти с вами несколько дальше. Выступая перед аудиторией, сразу надо давать себе отчет в том, что чем больше перед тобой слушателей, тем больше, собственно говоря, внимания тебе, твоей персоне, ну и всему тому, что, собственно говоря, окружает или включено в презентацию. Я как-то подсчитал, у меня получилось 53 параметра качественного преподнесения информации. 53 параметра. Думайтесь. Это все то, о чем тебе нужно думать. Начиная от начала презентации, от самого момента старта, когда ты вышел, сказал здравствуйте, и у тебя пошла какая-то идея. До общих комментариев, которые в целом формируют картину того действия, которое произошло. И, безусловно, в серединочке, то есть, содержание, жесты, стилистика, общение с аудиторией, взаимодействие с аудиторией, вспомогательные средства, которые ты используешь в той или иной мере. Общая атмосфера, которую тебе удается создать на презентации, выступая перед аудиторией. Контроль выступления с точки зрения перерывов, каких-то пауз, времени начала, времени окончания. Ну и завершение презентации, как некое подведение итогов, уже суммирование того, что было сказано, побуждение каким-то действием. Очень важно, и мы об этом будем с вами говорить, сделать данное выступление таким эмоционально заряженным, в зависимости от той задачи, которую ты решаешь, с тем, чтобы люди согласились с твоей идеей, ну и, собственно говоря, пошли за тобой. Ну и до общих комментариев, которые, собственно говоря, дополняют картину того действия, которое происходило, той презентации, с которой вы выступали. Ну и с теми мыслями, которые у людей появились, с теми ощущениями, с которыми они выходят уже по окончании презентации. И все эти 53 параметра, представляете, какое большое количество, мы с вами сегодня, мы уже с вами даже начали отрабатывать. Кстати, вопрос. Вот в анонсе кто-то заметил что-то необычное? Если заметили, пожалуйста, сигнализируйте плюсиками, и может быть даже кто-то напишет, что же они там заметили такого интересного. Вопрос на внимательность, как говорится, к аудитории. К сожалению, мне вот по компоновке слайдов не видно здесь ваших ответов. Но я сейчас дам несколько секунд на то, чтобы вы, может быть, открыли этот анонс, внимательно на него посмотрели. Посмотреть, внимательно, там есть на что посмотреть. Я сознательно готовясь, собственно говоря, к данному материалу, к данному вебинару, делал определенные такие закладочки, ну, с тем, чтобы нам было о чем поговорить. Не просто я был говорящим головой, выступал перед вами, перед аудиторией, но и у нас с вами была такая интерактивная работа. Так, кто что заметил? Есть у нас какие-то ответы? К сожалению, мне вот на экране не видно. Сейчас еще дам возможность вам немножечко посмотреть. Погромче, да? Нет, наоборот. А, потисше, интересно. А, хорошо. Так, давайте. Так, да, я сейчас, ну, минутку. Давайте попробуем так. Так, а как мне? Ага. Так. Ну что, посмотрели, да? Вот очень, ну, и дам вам маленькую подсказочку. В анонсе я сознательно допустил ошибку. Если вы были внимательными, если вы были внимательными, то вы эту ошибку увидели. Помните, я говорил, что чем больше людей в аудитории, с которой вам придется сталкиваться, тем больше будет внимания к вам, к тому, что вы делаете, к тому, что вы говорите, и к тому, что происходит в презентации, либо ее окружает. Вот, если посмотреть на объявление о вебинаре, сейчас вот у меня открывается на другом устройстве, там в разделе как раз три компонента, три составных части успешной презентации, я сознательно допустил ошибку. И внимательные люди, конечно же, ее увидели. Эта ошибка заложена в слове подготовка. Там пропущена буква Т. Соответственно, к чему это? Это к тому, что всякий раз, когда ты готовишься, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то выпускаешь в мир, то есть издаешь это и даешь на откуп, на внимание публике, который к тебе придет, ты должен быть предельно внимательен к нюансам и деталям. Ну, недаром же говорят, что дьявол кроется в нюансах. Замечено, что за человеком в костюме с галстуком и с деловым портфелем на красный свет светофора идет гораздо больше людей, чем за человеком в шлепанцах в спортивном костюме. По одной простой причине. Человек в шляпе с деловым портфелем в костюме галстуки вызывает большую степень доверия. Одна из составных частей презентации и ее успешности это как раз вызвать доверие. Поэтому, чем тщательно ты подготовился, чем больше внимания ты обращаешься на вот эти нюансы, тем успешнее будет твоя презентация и тем успешнее будешь ты, как презентующий, тем успешнее будет, собственно говоря, завершение и результат превзойдет все твои ожидания. Итак, про параметры качественного преподнесения мы с вами начали. Давайте потихонечку будем разбираться, идти вперед, смотреть, что у нас дальше. Соответственно, вопросы, если какие-то есть по презентации, по параметрам, пожалуйста, можете сейчас мне их задать с тем, чтобы я посмотрел и их увидел. Вот тут как-то нам надо возвращаться. Коллеги, есть какие-то вопросы? Пожалуйста, можете сейчас их задавать. Я, на самом деле, достаточно много места оставлял в ходе презентации, чтобы можно было нам вот в качестве интерактива такого пообщаться. Если все понятно, тогда просто ставьте плюсики, плюсики ставьте, и мы тогда пойдем с вами дальше. Ага, вот вижу, что лучше стало по звуку. Хорошо, это замечательно. Ну, пока вижу, вопросов нет, очень хорошо. А плюсиков тоже я как-то не вижу. Что у нас с восприятием коллеги? Так. Ага, ага. Так, вижу плюсик, плюсик, плюсик. О, прекрасно. Иров отметился, Курск, здорово. Хорошо. Так. Давайте дальше. Хорошо. Итак. Какие наши цели и задачи на данный вебинар? Смотрите, мы с вами уже 20 минут работаем. Сейчас надо понять, что такое успешная презентация. Надеюсь, мы с вами сделали уже несколько шагов в этом направлении. Определим, ну, в первую очередь вы, свои задачи, которые решаете при выступлении перед аудиторией. И здесь самым классным, наверное, решением, на мой взгляд, было, если вы сейчас готовитесь выступать в какой-то презентации, соответственно, прямо написать себе тему какую-то и сформулировать те цели и задачи, которые вы хотите решить с помощью данной презентации. Освоить технологию подготовки, мы этому будем посвящать время, и укрепить навыки проведения презентации. Поговорим о страхах, сомнениях, об участниках, которые являются непростыми и интересными, и в некоторых случаях трудными. Ну, и рассмотрим разные технические аспекты, как не наделать ошибок и быть, собственно говоря, всегда на коне. Итак, поехали. Что здесь, прежде всего, нам поможет? Конечно же, поддержка ведущего, меня в данном случае, но это не самое главное с точки зрения презентационного искусства. Самое главное, это, конечно же, ваше личное желание и практика. Без практики здесь ничего не получится. Мы можем очень долго говорить, мы можем очень долго дискутировать. Я могу вам выдавать массу информации без практического применения. Все это ложится мертвым куда-то грузом. Не применяясь на практике, это уходит в песок. Это точно так же, как изучение иностранного языка. Ты можешь выучить много слов, но не общаясь с представителями данной языковой среды, у тебя все это знание будет куда-то уходить. И в конечном итоге за ненадобностью просто раствориться. Соответственно, есть три шикарных способа овладеть навыками презентации. Первый из них, догадайтесь, какой. Конечно же, это учиться на своих презентациях. Чем больше ты их делаешь, тем с каждым разом у тебя будет получаться все лучше, лучше и лучше. По одной простой причине. Ты будешь уже видеть. Вот здесь я был успешен, соответственно, мне это нужно держать либо усилить. Вот здесь я был недостаточно успешен, значит, мне на это надо обратить внимание. И очень здорово, если кто-то в этот момент будет вас поддерживать не с точки зрения за руку под логоть или помогать вам эту презентацию вести, но будет именно по этим 53 параметрам вас мониторить и потом давать вам обратную связь. То есть подводить итоги и говорить, что у вас было успешно, а на что можно было бы обратить внимание или следует обратить внимание. С тем, чтобы в следующий раз вы стали более успешным и дальше продвинулись, по итогам стали более искусным в проведении презентации. Следующее. Наблюдать, как это делают другие. Очень шикарный способ, который, собственно говоря, безболезнен. И здесь, поверьте мне, вы заметите множество нюансов, которые просто сработают на вас, на ваше благо. По крайней мере, даже если это презентация провальная, на ошибках чужих, тоже можно учиться. Хотя чаще всего люди учатся, конечно, даже не на своих ошибках, а всегда стараются их совершить снова. Лучше всего мы с вами, как взрослые люди, учимся на своих успехах и достижениях. Вот это отметить очень важно. И надо посмотреть, в чем сильны другие. И постараться примерить это на себя, сделать какой-то свой продукт и уже с этим продуктом, уже со своим каким-то проживотом выступать и делая это каким-то своим дополнительным качеством. Ну и следующее. Это пройти тренинг публичной презентации. Очень шикарная штука, которая позволяет в безопасной среде, аудитории, все свои, ведущие, которые помогают, хорошая компания, которая тебя окружает, которая готова тебя поддержать и которая тебя оценивает, когда наблюдает, как это делают другие. Когда ты учишься и с каждым разом свою презентацию улучшаешь и улучшаешь. И это занимает 2-3 дня. Это очень хорошее подспорье. Но отсюда ты выходишь уже из тренинговой аудитории с точным знанием и умением. Потому что твой навык за эти 2-3 дня настолько отрабатывает, что ты готов просто идти вперед, нести эту презентацию, выступать с ней, наращивать свой собственный успех. Тем не менее, сейчас мы с вами на вебинаре. И здесь у нас тоже есть некая возможность, конечно, такая достаточно условная, свои вот эти вот навыки немножечко усилить, укрепить. По крайней мере, получить уверенность, что вам все по силам. Ведь так оно и есть. Все по силам нам, кроме нас, самих, нас никто больше не ограничивает ни в чем. Итак, шикарная штука, еще в дополнение, это телевизионные программы плюс кино. Это возможность учиться, учиться у тех, на кого мы смотрим и которых видят, ну, собственно говоря, миллионы. Многие телепередачи могут стать персональным тренером. Посмотрите даже вот на расписание, на телепрограмму. Ведь на самом деле, что это такое телепрограмма? Это не что иное, как определенная последовательность телевизионных передач. Целью телеканала является, что привлечение внимания аудитории, раз, и удержание этого внимания в течение длительного периода времени. И постоянно звучит, не переключайтесь, реклама будет недолгой, оставайтесь с нами. Постоянные анонсы того, что будет в следующей какой-то передаче. И переключение внимания с одной программы на другое. Есть ряд программ, так называемые ток-шоу, когда собираются люди, пусть говорят, время говорить, время покажет. Они разные. Вот там очень интересно посмотреть на выступающих, на презентующих. Вот это тоже интересный момент, который возвращает нас к пункту второго предыдущего слайдика. Наблюдать, как это делают другие. Вот как они себя ведут, как двигаются. Мы, конечно, не видим подготовки. Тем не менее, проявления могут стать для нас очень хорошим примером. Возвращаясь к телепрограмме. К программе передачи. Если мы внимательно посмотрим, что мы там увидим? Мы видим выпуски новостей, которые чередуются через какое-то определенное время. Фильмы, которые мы смотрим. Не отрываясь, сидим. Уделяем этому достаточное количество времени. Переключение на какие-то ток-шоу, документальные сериалы. Какая-то тематическая передача, посвященная определенной теме. Соответственно, это влияет на то, что наше внимание, оно концентрируется, уходит, расслабляется. Концентрируется, уходит, расслабляется. То есть, вот это вот перекачивание, такая волна, по которой, собственно говоря, телеканал идет, настраивает на целый день, он, собственно говоря, позволяет удерживать внимание большого количества аудитории. А цель-то какая? С тем, чтобы люди смотрели рекламу, смотрели телепередачи. Ну и телеканал зарабатывает, собственно говоря, не на том, что он просто в эфир сигналы посылает, а на том, что он транслирует рекламу. Рекламодатель – это основное, собственно говоря, бюджетнообразующее поле для любого телеканала, чтобы сделать ее успешно. Соответственно, подумайте, как вы, формируя вашу презентацию, в целом, компонуя ее, можете сделать точно так же по аналогии с телеканалом, с телепередачами, максимально интересно. Ведь ни для кого не секрет, что удержание внимания – это очень серьезная штука. Можно привлечь человека лозунгом, можно привлечь каким-то действием, мы про это будем говорить чуть позже. Но удержать внимание в течение длительного количества времени очень-очень тяжело. У меня сейчас сфера задачи просто очень тяжелая. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что говорящая голова моя и любой выступающий, который достаточно статичен, внимание может удержать в течение 5-7 минут. Через 5-7 минут в любой аудитории, если вы где-то присутствуете, можете вспомнить, институт, пожалуйста. Вот выходит преподаватель на кафедру, становится за нее и начинает что-то бубнить монотонным голосом. Через 5 минут уже пошли разговоры какие-то, что-то шу-шу-шу. Кто-то на задних рядах уже начинает спать, склонив голову. Кто-то вообще ложится на пол, кто-то может из аудитории уйти, потому что профессор занят там своей какой-то работой, ему не до аудитории, он просто бубнит свой материал. Это одна защита какой-то диссертации. Все, несколько часов, это же невозможно выдержать. Поэтому, какой успешной будет презентация? Ну да, мы с вами начинаем говорить о том, что это должна быть максимально короткой. Не факт. Если у вас большой объем материала, значит презентация должна быть настолько динамичной, настолько живой и настолько интересно скомпонованной, чтобы вызвать вот эту динамику, чтобы внимание вашей аудитории, оно тоже носило такой волновой характер. Были всплески, уходы вниз, всплески, уходы вниз. То есть дать возможность на такой волне покачаться. Мы про это тоже с вами уже начали говорить, и еще отдельно нюансики будем добавлять. Итак, с этим разобрались, да? Личный тренинг. Помните еще раз, ваше желание плюс практика. Без этого никуда, ничего не получится. Практиковать, практиковать, практиковать. Чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет получаться. Так же, как катание на велосипеде или на коньках. Чем чаще практикуешь, тем успешнее ты в этом деле. Ну, а потом это никуда не уходит. И даже если время какое-то пройдет, и вы не выступаете с презентацией. Хотя на самом деле, посмотрите внимательно, мы же каждый день что-то презентуем. На работе, на улице, дома. Это не обязательно подготовленная речь какая-то. Но даже когда ты какую-то идею излагаешь, тоже можно подумать. Ведь это можно просто сказать, ну пойдем в кино. У меня есть шикарное решение на сегодняшний вечер. Все, ты привлек внимание, сразу интриггер. Какое? Давай сходим в кино. О, уже другая подача. Итак, давайте пойдем дальше. Про личный тренинг поговорили, личное участие. Не забываем про это. Ну, и самое время поговорить о целях презентации. Какими они могут быть? Если есть задача выступить с речью, с объявлением, а может быть даже с неприятным каким-то, необходимо четко определиться, что вы хотите, собственно говоря, от аудитории. Зачем она вам нужна, и зачем вы, собственно говоря, с этой информацией выступаете. Целью могут быть следующие. Просто информировать, донести информацию. Делать это можно разными способами. Можно написать какое-то объявление, где-то его разместить, повесить. Это тоже будет ваша презентация. Где у вас не будет обратной связи, и непонятно, прочитали люди или не прочитали. Возникли у них вопросы, они, конечно, задать их не смогут. А когда вы выступаете с информационной презентацией, у вас есть возможность на эти вопросы, собственно говоря, дать ответ. И, таким образом, сократить время от простого прочтения информации до ее осознания, понимания и до притворения, до каких-то практических дел. Следующее. Сформировать, либо изменить некое отношение к чему-либо, к продукту, к услуге, к тем действиям, которые совершаются, к тем процессам, которые сейчас происходят на предприятии. Или вы собираетесь какие-то изменения, как руководитель, если вы руководитель, внести в своей команде, в своей структуре. Соответственно, нужно людей к этому подвести. Очень интересно здесь момент следующего характера, что, формируя, либо меняя отношения, было бы здорово создать такие условия в ходе презентации. И это вполне возможно, это не то, что допустимо, это вполне возможно, дать людям возможность в этом поучаствовать. Важно не давать всех подробностей, всех деталей к тому, чтобы побудить каким-то действием, нужным вам, а дать людям возможность пожить в этом, понять, что происходит, вызвать у них какую-то интерактивную реакцию, может быть, даже спровоцировать вопросы. В любом случае, это будет их участие, их взаимодействие с вами и вас с ними, с аудиторией, в процессе принятия некого решения, которое вами уже принято давно. Но сопричастность к действию, она совершенно по-другому уже потом влияет на те действия, которые будут люди делать, совершать. А это может быть что? Либо, если вы продаете, они будут покупать, либо будут давать вам какие-то средства, либо вызывающаяся поддержка, может быть, что-то еще другое. Соответственно, вот это побуждение к интерактиву, к взаимному взаимодействию в ходе презентации, это очень интересный, шикарный ход, который позволит вашу цель, вашу задачу, собственно говоря, выполнить практически на 100%. Потому что, когда люди чувствуют свою сопричастность к принятию решения, к действиям, к каким-то шагам, они более охотно это делают. И я уже говорил на прошлой вебинаре, который был посвящен искусству управления, о том, что решение, принятое людьми, выполняется ими, либо командой, на все 100%, чем то решение, которое навязано, спущено сверху, либо продано руководителям, управленцам. Потому что, когда люди сами принимают решение, они его готовы выполнить на все 100%. А когда решение им спущено, сверху навязано, но, по крайней мере, 50 на 50, это точно. Так вот, не давая всех подробностей, дайте возможность понять, в чем заключается, собственно говоря, и где какие-то проблемные зоны, либо зоны, связанные с вопросами, какие требуются решения, и, возможно, людей поводить в ходе презентации, задавая вопросы, создавая какие-то определенные, или задавая определенные ситуации, с тем, чтобы они пришли к выводу о том, что да, вот именно такие действия будут являться самой лучшей альтернативой, либо бездействию, либо другим действием. Надеюсь, понятно это, да? Так вот, выполняя все эти цели презентации, к ним необходимо, конечно же, готовить свой материал, компоновать свою речь, ну и, естественно, самому настраиваться на то, что и как у тебя будет происходить в ходе твоей презентации. Итак, структура. Какой она может быть? Давайте разберем. И здесь, по большому счету, все старо как мир, тем не менее, есть нюансы, о них мы с вами будем говорить. Любая презентация состоит из трех основных частей. Первое. Это вступления. Они, соответственно, соответствуют различным этапам коммуникации. Понравится, расположить к себе аудиторию, вызвать внимание, какое-то уважение, интерес, сначала к себе, потом к теме выступления, естественно, анонс, который перед презентацией, название само, первые какие-то странички, слайдики, листочки, которые будут видны. Ну и, собственно говоря, обязательно сказать о том, как презентация будет построена, какой регламент, для того, чтобы у людей эти вопросы сразу снять, увести их в сторону, и чтобы они не были таким постоянно живущим здесь червячком. А что будет происходить? Потому что есть несколько вопросов, которые люди всегда задают себе. Как долго это продлится? когда можно будет перекусить или попить чай, там можно сходить в туалет, то есть какая-то техническая пауза. Ну и когда все это закончится, нас наконец-то отпустят домой, или мы сможем вернуться к своим рабочим местам, к процессам и все остальное. Давайте вспомним начало сегодняшней презентации, начало вебинара, о чем я сказал, что приблизительно 3 часа это замен. Будет время и возможность для того, чтобы задать вопросы. Мало того, будет еще маленький перерывчик. Я даже запланировал 2, ну посмотрю, может быть 1, может быть 2 сделаем. Такие коротенькие, на 5-7-10 минут максимум, чтобы можно было вздохнуть, как-то с мыслями собраться, ну и какие-то дела там у себя поправить. Соответственно, это все делается во вступлении. Плюс то, как будет строиться работа, как задавать вопросы, когда вы будете что-то делать, какие действия. То есть максимально административно, технически. Если люди приезжают к вам, например, в каких-то других мест, но им же тоже, где они будут жить, как у них будет вечер происходить. То есть об этих нюансах необходимо, конечно же, подумать. Следующая. Основная часть. Здесь, собственно говоря, основное тело презентации. И, по большому счету, она является повторением того, что вы сказали в вступлении. Плюсом здесь является основной массив информации, который вы доносите до людей. Обрисовать общую ситуацию, как вы видите, перечислить какие-то возможные пути решения, вовлечь аудиторию в процесс. Вот здесь происходит основная работа, когда люди с своими предложениями выступают. Подвести их грамотно и плавно к какому-то нужному решению, либо выводу основополагающему, который вам интересен. Ну и показать все преимущества того или иного пути с плюсами и минусами, чтобы достичь необходимого вам результата. Либо люди совершили правильное решение о покупке вашего продукта, вашей услуги, вашего товара, вашего изделия. И завершение, как, собственно говоря, резюме подведения итогов того, что было в вступлении в основной части, основные ключевые моменты, что происходило, через что вы прошли и к чему, собственно говоря, уже в итоге приближаетесь, что является наилучшей альтернативой всему тому, о чем перед этим шла речь. И еще одна часть, то есть, ну, с вами видим, классическая здесь схема ВОЗ по первым буквам ВОЗ, а ВОЗ и ныне там. Очень хороший такой мнемоник аббревиатуры, чтобы запомнить. Итак, вступление, основная часть, и завершение. Это вот три таких компоненты, которые у нас в презентации есть. Плюс еще один момент, который называется ответы на вопросы. Обязательно в ходе презентации нужно заложить этот кусочек, потому что у людей могут быть какие-то недопонимания, может быть им не хватило информации, и они не услышали ни в выступлении, ни в основной части, ни в завершении. Остались какие-то сомнения. Может быть, есть необходимость раскрыть некие детали, нюансы, которые остались недосказанными. Дополнительные преимущества. Некоторые люди, кстати, покупают именно через отрицание, через вопросы, которые мне засыпают продавцов. И я достаточно долго работал в продажах и понял, что люди ведь купили уже, и то, что они, собственно говоря, засыпают меня возражениями, либо задают какие-то вопросы. Ведь это, на самом деле, неплохо, это прекрасно, это хорошо, это замечательно. Значит, у них есть интерес, они со мной, они здесь, им нужны дополнительные аргументы в защиту. Уже принято в решении купить. Они хотят убедиться в том, что они совершают правильное действие. И те вопросы, и те ответы, которые они задают, те ответы, которые они слышат, убеждают их в правильности. Все, они хорошие, они молодцы, сделали правильное решение, они с вами идут вперед. Между частями следует помещать некие связующие фразы. Ну, не те глаголы связок, которые часто звучат в нашей речи. Ну что, теперь давайте перейдем с вами к основной части. Как я раньше уже говорил о выступлении, связующие фразы. А теперь завершение. И таким образом мы с вами идем от одной части к другой и проходим по телу презентации. Это мы с вами говорили о структуре. И вот, собственно говоря, фазы выступления, которые говорят нам о силе воздействия. И сейчас вам прямо ясно и четко, собственно говоря, видно, что сила воздействия очень сильна у нас в начальной части. И в завершении. Основная часть, чаще всего, как раз в силу психологических аспектов человека, она является такой максимально провальной. И задача любого выступающего, вот эту вот ямку, собственно говоря, выровнять с тем, чтобы внимание аудитории удержать на достаточно высоком уровне, на каком-то срединном значении, чтобы глубоко не провалиться. Они как пришли люди, ага, все интересно, здорово, классно, потом внимание у них пошло вниз. Ну а теперь завершение, и они опять проснулись. Ой, а что это было? На самом деле ничего не помню. Замечательная иллюстрация в фильме. Помните, 17 мгновений весны, когда Штирлиц пришел к Кайсману, зачем-то он что-то там у него спрашивал. И в конце говорит, слушай, вот я вспомнил, зачем тебе пришел, это же у тебя есть какая-нибудь таблетка от головной боли? Для чего он это сделал? Да, он четко знает, что люди хорошо запоминают. Первый и последний. Ага, пришел Штирлиц, был какой-то разговор. А зачем приходил? Да, он спрашивал у меня таблетка от головной боли. О, а что было в середине? Ну, оно как-то схлопнулось, провалилось. Поэтому, чтобы у вас не схлопывалось и не провалилось, подумайте, пожалуйста, над тем, что в основной части вашей презентации может быть таким пиковым или пробуждающим людей с тем, чтобы внимание их не провалилось слишком далеко и они остались с вами. И по ходу презентации были с вами задействованы и этот интерактив не прерывался. В данной связи мне вспоминается одна маленькая история, такой студенческий анекдот. Когда профессор читает лекцию по сопромату в институте, ну и видит, что с течением времени, как я уже говорил, внимание аудитории начинает рассеиваться, там разговоры, ну, он бубнит у себя с кафедры. Ну, и в середине ночного выступления там где-то, говорит, и так бросает фразу, ну, аудитория же студента, люди молодые всем, он говорит, чтобы не забеременеть, нужно пить чай. Затихла, внимание к нему привлечено, начинает его слушать, а он дальше просопромат, просопромат, опять поплывал, опять разговоры, как-то отвлечение внимания, ну, опять, чтобы не забеременеть, нужно пить чай. Опять ключевая фраза, все услышали, ага, внимание, и так несколько раз в течение лекции. Ну, и потом лекция заканчивается, профессор говорит, ну что, вопросы есть какие-нибудь? Девушка руку тянет, говорит, профессор, простите, а пить нужно чай до того или после того, вместо того. Так вот, такие вот маленькие звездочки, инструментики внимания, подумайте, как можно использовать, мы с вами чуть позже поговорим, что может оживить презентацию и сделать ее такой живой, животрепещущий, насущный и постоянно удерживать внимание. Опять же, помним, вспоминаем программу телепередач, как они скомпонованы, вот это переходы, плавное качание, фаза большого внимания, там, ухода куда-то, потому что аудитория разная и разным людям могут быть интересны разные моменты. Итак, понятно, да, со структурой, надеюсь, здесь ясность у нас есть. Несколько слов о качествах выступающего. Прежде всего, выглядит уверенным. Ну, что поможет нам, собственно говоря, выглядеть уверенным? Прежде всего, точное знание предмета. Если вы не уверены, ваша неуверенность тут же вылезет. Аудитория это почувствует и скажет, о, этот человек не знает того, о чем он говорит, Беме говорит, не связано, это не его дело, он в этом не док, а поэтому степень доверия, а мы говорили о том, что доверие просто жизненно необходимо, не, мы ему не верим, поэтому за ним мы не пойдем. Но выглядеть и быть уверенным, это же разные вещи. Что нам поможет выглядеть уверенно? Конечно же, подготовка, конечно же, знание материала, конечно же, умение пользоваться тем, о чем вы или мы говорим. Вы можете не знать всех деталей, вы не можете не знать всех нюансов, абсолютного знания не существует вообще. Тем не менее, возможность разобраться, быстро реагировать на возникающие нюансы, вспоминайте, пожалуйста, пример, который я приводил в самом начале, памятник, чистые пруды, Макдоналдс. умение ориентироваться, оно как раз позволяет вам вот эту степень уверенности получить. Когда вы уверены, вы ведете себя, вы чувствуете себя по-другому, вы совершенно по-другому коммуницируете и взаимодействуете с аудиторией. Дальше. Ясно и доступно раскрывать основные положения своего выступления. Задача не в том, чтобы сказать много слов. Задача в том, чтобы донести свою мысль, донести идею, выгоды, преимущества вашего предложения ясным, простым, понятным языком ДТ-аудитории, с которой вы общаетесь. Отсюда начинается у нас, ага, если у вас сидит, условно говоря, профессорский, преподавательский состав, люди с высшим академическим образованием, это люди, которым, понятно, научная терминология. Здесь вы совершенно будете своим, если будете пересыпать свою речь, сложной терминологией, которая понятна только участникам симпозиума. Если вы с тем же самым набором лексики пойдете и будете выступать, условно говоря, где-нибудь на перроне какого-нибудь вокзала, люди, которые едут в поездах, либо там в этой суете, они же половину ваших слов просто не поймут. Кто этот человек, что он сюда пришел, зачем он здесь что-то делает. Соответственно, другие лексические единицы, другая компоновка и другие простые понятные слова, потому что люди собрались дорогу, им нужно ехать, и у них багаж, дети, и вот эта вот вокзальная суета определяет уже, собственно говоря, есть ситуация, и те слова выходите на пляж, там совершенно другая атмосфера, там совершенно другие люди, которые приехали отдыхать, им терминологии или, например, что-то там, тем вещи, которые имеют отношение к вокзалу, к перрону, ну, совершенно, абсолютно далеки, поэтому ясно, доступно, простым, нормальным, человеческим языком очень важно здесь, конечно же, структурировать тоже, чуть попозже мы про каркас презентации поговорим, с тем, чтобы людям было все ясно, понятно и доступно, формулировать логично свои мысли, это от А до Б, мы проходим через то-то, 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 все, когда логика есть, фразы ясные, простые, короткие, это быстро доходит до понимания, есть причины следственной связи, хотя некоторые проживают всю жизнь так и не понимая, почему там, собственно говоря, происходит одно и не происходит другое, потому что не задают себе вопроса, но если мы говорим о гомосапиенстве, как раз вот логическая последовательность презентации, она приводит, ага, ну да, ну все понятно, ясно, доступно, человек раскрыл, сказал, ура, ура, мы ему доверяем, мы за ним идем и с ним согласны, и услугу, товар у него, собственно говоря, покупаем, с этим решением мы соглашаемся и идем вперед. Говорит интересно, яркие примеры, образы, хороший словарный запас, все это позволяет быть вам интересным выступающим, интересным собеседником, возможность привлекать людей, вовлекая их в интерактив, как раз вызывает интерес и способствует. Вот вспомните, пожалуйста, фильмы очень хорошие, когда выступали агитаторы, вот советские фильмы, когда там про революцию, что-то еще такое, ведь очень интересно, это показательно, когда оратор, оратор говорит интересно, говорит простыми, логичными словами, там с крестьянами, с солдатами, с рабочими, приходя в разную аудиторию, он говорит о том, что интересно кому, не ему, а именно той аудитории, на которую направлены в собеседнике обещания, вот в этом интерес, собственно говоря, и есть. И последнее, это выступает эмоционально, не просто був-був-був-був-був, на ровном тоне, как-то, а когда вот есть жизнь, есть какая-то динамика, и понимая отчаяние ожидания своей аудитории, он с этой эмоциональностью работает, потому что понимает, ага, люди на перроне, условно говоря, они торопятся, значит, это определенная эмоция, люди, которые сидят в креслах, у них совершенно на другой волне они находятся, с ними надо говорить в другом темпе, и другая степень эмоциональности тоже будет здесь, не подойдут уже какие-то жестикуляции, там какие-то движения, здесь должна быть скупая, выверенная, поведение человека, площадь где-то, выходной день, либо это деловое собрание, там совет директоров, разная степень эмоциональности, там и там она тоже должна присутствовать, но вот эмоциональность это та окрашенность, которая дает, собственно говоря, жизнь вашим словам, вашей логике, тому интересу, который пробуждаете, ведь отсутствие эмоциональности, это знаете, это как дистиллированная вода, вроде жидкость H2O, а пить ее нельзя, по одной простой причине, потому что, ну, у вас будет расстройство желудка, отторжение организма, потому что это жидкость, которая лишена абсолютно любого смысла, вот и любая презентация, лишенная эмоциональности, она тоже превращается, превращается в дистиллированную воду, не более чем набор каких-то фактов, которые неинтересны, которые могут знать люди, сухие цифры, на которые сложно сконцентрировать свое внимание, удержать его, ну и, собственно говоря, отсутствие эмоциональности, оно всегда будет минусом, любому выступлению, любому абсолютно, надеюсь, понятно с этим, да, разобрали с вами хорошими качествами, но это на самом деле не все, идем дальше, есть еще несколько нюансов, поддерживать зрительный контакт с аудиторией, очень интересный момент, мне сейчас сложно, поддерживать зрительный контакт с аудиторией, потому что я не вижу вас, у меня передо мной вот экранчик, я могу взгляд либо туда, либо сюда, но я не понимаю, где вы сидите, вот когда вы переаудиторию выступаете, это очень важный эффект, так называемого маяка, кто был на море, ну или видел работу маяка, там же что происходит, там сигнал, импульс, который посылается в море, да, но море это определенный сектор, соответственно, там вращающаяся линза, ну вот видели, наверное, мигалку, это вот, пожарная машина, скорая помощь, там полицейская, когда мигалку включает, там же вот этот отражатель крутится, и, собственно говоря, вот этот маячок, также здесь ведущий, поддерживая зрительный контакт с аудиторией, налаживает как раз вот этот вот эмоциональный контакт, делая это грамотно, у людей, сидящих перед тобой, или стоящих, расположенных перед тобой, возникает ощущение, что ты с ними, с каждым общаешься, отсутствие этого зрительного контакта, никоим образом не способствует и не содействует налаживанию доверия, уважения, люди понимают, ну что-то здесь не то, что-то здесь не так, поэтому зрительный контакт, он очень важен, как его налаживать, мы еще чуть позже тоже поговорим, обладает чувством юмора, может и пошутить, может и на сложный вопрос, заданный ему аудиторией, ответить, шуткой юмора, там анекдот, когда нужно включить, но как-то в общем живо работает и может с улыбкой выйти из сложной ситуации, либо включая как раз вот какие-то элементы такого юмористического характера, поддерживать внимание и интересы аудитории к теме, умеет быстро находить с аудиторией контакт, здорово, в самом начале установил контакт, может быть даже еще приходя заранее в аудиторию, куда-то в зал, где-то в холле, пройдясь, вот этой весной выступал перед аудиторией русский фейерверк, приехал где-то минут за 40, зашел в зал, просто подышать, и вот когда люди заходили уже, ну как-то с ними там выступал контакт, очень интересная ситуация получилась, один из первых пришедших оказался глава, собственно говоря, вот этого российского объединения продавцов-производителей российской пиротехники, ну так вот наладив с ним как-то контакт, в самом начале когда-то, ну пару слов там перекинулись, я даже не знал, что это глава этой ассоциации, а потом в ходе презентации получилось так, когда я уже выступал, от него пошла очень мощная такая волна поддержки, не только с точки зрения зрительного контакта, но и с точки зрения даже тех реплик и фраз, который он в поддержку той презентации, с которой я выступал, мне давал, так что это очень интересный такой момент, ну и четко придерживаться установленного регламента, отслеживание времени, помните, сколько это продлится, когда будет перерыв, когда нас отпустят домой, в некоторых случаях помогают не просто часы, которые ты стоишь где-то перед собой, они лежат, у тебя показывают время, может быть помощники, с которыми ты договариваешься, в аудитории, которые тебе показывают, ага, пора сделать перерыв, там где-то там время, тебе подсказочки такие подкидывают, это очень хорошо работает, потому что, отслеживая вот эти вот моментики, это чувство дисциплинированности, и опять же, это очень хорошо работает на доверие к тебе, на качество поднесения информации, и на принятие того решения, той поддержки, которую, собственно говоря, ты поставил себе как цель для того, чтобы добиться нужного тебе результата. Ну и восприятие выступающего, помните, мы говорили, 53 параметра от, это фаза от нулевой, которая происходит у нас до начала презентации, ведь на самом деле, еще даже до того, как ты начал что-то говорить, вышел перед людьми, тебя уже начинают оценивать, и начинают формировать какое-то первое такое впечатление, которое сложно исправить, можно, конечно, но встречают по одежке, провожают, как говорится, по уму, поэтому первое впечатление, оно, конечно, очень сильное, и очень важно произвести его, ну, называется, на нужной ноте, в нужном направлении, по крайней мере, потому что человек, когда видит другого человека, первый раз, сразу решать несколько вопросов, опасен, не опасен, полезен, не полезен, можно ли этому человеку доверять, все, это первые три вопроса, а потом уже начинается работа, там раскрывается, все нормально, поехали, работаем, ну и, помним о 53 параметрах, в начале презентации, основное содержание, здесь я повторю, жесты и стилистика, то, как мы ведем себя перед аудиторией, взаимодействуем с ней, входим на презентацию, используем различные вспомогательные средства, они могут быть совершенно разные, общая атмосфера, которая создается, контроль выступления временных промежутков, завершение, как резюмирование, подведение итогов, и некий комментарий общего характера, который в целом характеризует эту презентацию, и дает общую такую картину. Соответственно, надо понимать, что с точки зрения времени, вот, вступление в заключение занимает, в принципе, от 10 до 30 процентов всего времени выступления. Соответственно, общее впечатление, тем не менее, общее впечатление от презентации на 80 процентов формируется как раз от начала, именно этой части презентации, и от того завершения, которое было сделано. Соответственно, помните, начало и завершение это основные такие ударные вещи, когда вам нужно сделать максимальные какие-то усилия. Надеюсь, понятно с этим. Коллеги, если какие-то вопросы у вас по этой части появились, пожалуйста, сейчас у вас есть возможность эти вопросы мне задать. Пожалуйста, задавайте вопросики. Сейчас я выведу чат, чтобы можно было увидеть, какие вопросы задаются. пишут изображение пропало, звук есть. Ой, слайды люди не видят. Дима, можно пригласить? А с какого момента вот изображение пропало? По большому счету, смотрите, так, все видит, ура, ура, все видит, хорошо. Смотрите, я по большому счету, даже если вы не видите слайдов, вы внимательно следите вот в те моменты, когда у вас изображение пропадает, за моей речью. Я ведь на самом деле озвучиваю, ну, может быть, не прямо теми словами, которые на экране, на слайде, высвучены. Это не более, чем опора для меня, чтобы не забыть материал. Ну, и для меня это такие кочечки, знаете, по которым обязательно надо пройти. Поэтому ключевые какие-то моменты вот сразу на листочках в себя помещайте. Да, вот как разбудить засыпающего на презентации. Замечательно. Если человек спит в первом ряду, конечно, можно подойти и его просто ногой попинать. Можно напрямую обратиться к нему с вопросом, с тем, чтобы его, да, вот, вы, вы, вы там в третьем ряду. Места, к сожалению, я не вижу. Или обратиться к рядом сидящему. Слушайте, а товарищ, вот, который рядом с вами, вы вместе приехали, ну, встрепенется. Смотрите, да, всегда найдется пару человек, которые, и обычно, чаще всего, знаете, такие люди, они засыпают где-то в конце, ну, в смысле, в задних рядах. Потому что у человека могут быть разные обстоятельства. Он засыпает не потому, что ему не интересно с вами, ну, прежде всего. Ну, у человека, может быть, была тяжелая, там, ночь какая-то. Может быть, вчера у него был тяжелый день, или он пришел откуда-то, где у него была тяжелая работа. Он просто пришел с жары в прохладное помещение, и здесь вот этот кондиционированный воздух, водичка, он сел в теплое, уютное кресло, расположился, его просто повело. обращение либо к нему с вопросом, либо к тому, кто сидит рядом. Это такой мягкий тактичный ход. Можно сделать маленькую физическую паузу. Так, давайте встанем, сделаем несколько простых движений. Хорошо такие вещи работают после перерывов, когда люди приходят отдохнувши, вроде, вроде встряхнулись, а теперь давайте немножечко подвигаемся. можно сделать просто такие 5-минуточки физические. Вот раньше была производственная гимнастика в 11 часов на производство, мы в 8 утра начинали, соответственно, через 3 часа 10-15 минут приходил физкультурник, ну, как-то разминались. Я вот работал длительное время, много было работы со Сбербанком, в корпоративном университете, там тоже физпауза два раза в день приходил тренер, прямо тренер приходит в аудиторию, так, давайте, говорят, коллеги, сделаны с вами 10-15 минут, разминочка, вышли в коридор, там, подышали воздухом, попили водички, вернулись обратно. Можно делать не сходя с места, просто какие-то движения руками, главное, кровь погонять немножечко, просто там движение, даже вот плечами подвигаться, очень хорошо можно попробовать кровь к голове подогнать, не уши тереть, потому что они красными станут, а именно как-то вот кожу головы, вот так вот пальцами немножечко пошевелить, скальп, это позволяет увеличить приток крови к голове и таким образом, собственно говоря, оживить восприятие, ну и уже потом можно, собственно говоря, двигаться дальше, вдруг, можно попрыгать даже на месте, если аудиторию позволяет, люди люди на самом деле к этому совершенно нормально, хорошо, адекватно относятся и достаточно позитивно на это реагируют, так, надеюсь, ответил на вопрос, хорошо, так, еще есть вопросики, пока больше не вижу, ну, пусть у вас будет пара таких, слушайте, не больше, конечно, страшно, если люди в повалку начнут засыпать, вот это да, с этим нужно что-то делать, и закрываешь разом эту тему, если это, например, ваши подчиненные, условно говоря, которые засыпают, а презентация не длинная, рекомендую проводить просто стоя, в компании Данон очень хорошая практика, у меня сын в компании это работает, он рассказывал, летучки ежедневные проводятся стоя, но это летучки там 10-15 минут максимум, такая производственная летучка совещания, когда руководитель какие-то вещи презентуют, коммуницируют в аудиторию, все стоя, эффективность в разы повышается, если чуть больше, тогда, соответственно, можно часть времени стоя, потом сесть, потом опять встать, ну, такую тоже волну, собственно говоря, сделать. Хорошо, коллеги, у меня сейчас к вам предложение, давайте сделаем с вами маленькую паузу, буквально сейчас 11 часов 2 минуты, давайте сделаем 8-минутный перерыв и потом с вами начнем говорить уже об успешной презентации, будем говорить уже о структуре, что, как, чего и как, собственно говоря, к ней готовиться. Хорошо, договорились? Давайте делаем с вами паузу до 11 часов 10 минут. Все, плюсики, вижу, спасибо. Так, пауза до 11 часов 10 минут. Перерыв. Спасибо. Хорошо. Там все нормально, да? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...